Привет всем любителям физики и физического эксперимента! С вами Алексей Колчин и сегодня мы поговорим, зачем физики применяют такую единицу энергии как электрон вольт. Ну, казалось бы, единиц энергии так хватает, начиная от официально признанной в системе Си единицы энергии джоуль, и также имеется еще ЭРК в системе СГС, которым продолжают пользоваться теоретики. Кроме того, у нас когда-то тепловая энергия измерялась в калориях, а нынче в платежках она приходит в гигаджоулях, ну а электроэнергия вообще измеряется в киловатт-часах, ну и при этом какой-то электрон вольт. Зачем же он нам нужен? И давайте начнем с определения электрон вольта. Это такая энергия, которую электрон приобретает при прохождении разности потенциалов, равную одному вольту. Ну, здесь я сразу скажу, что необязательно электрон, но и любая другая частица, которая имеет заряд равный заряду электрона без учета знака. Ну, такими частицами могут быть, например, протоны или однократно ионизированные атомы. Ну, теперь мы должны посчитать эту энергию. Для этого мы воспользуемся тем, что энергия равна заряду, умноженным на разность потенциалов. Заряд электрона это 1,6 на 10 минус 19 кулона, а соответственно 1 электрон вольт это 1,6 на 10 минус 19 джоуля. И кажется, что это очень маленькая энергия. Но давайте вспомним, что электрон это очень легкая частица, масса которой составляет 9 на 10 минус 31 степени килограмма. Теперь приравняем кинетическую энергию МВ квадрат пополам. Энергия 1 электрон вольт. Ну и отсюда мы можем определить скорость электрона, соответствующая этой энергии. У нас получается 6 на 10 в пятой метров в секунду. То есть 600 километров в секунду. А это уже серьезно. В электронно-лучевой трубке электроны разгоняются напряжением порядка 10 киловольт. Это нужно, чтобы скорости электронов были достаточно большими и пучок не расплывался за счет тепловых скоростей, приобретаемых электронами на горячем катоде. Давайте оценим скорость электронов в электронно-лучевой трубке. Мы уже знаем, что при энергии электронов 1 электрон вольт скорость составляет 600 километров в секунду. Но энергия пропорционально квадрату скорости. Поэтому при энергии 10 кВт в десят тысяч раз больше скорость в 100 раз больше и составляет 60 тысяч километров в секунду. А это уже одна пятая скорости света. И мы Мы приближаемся к области, где надо пользоваться теорией относительности. Ну и границу этой области определить легко. Мы можем посчитать энергию покоя электрона. Она по известной формуле Эйнштейна составляет mc2. И отсюда выразить ее в электронвольтах. И эта энергия покоя электроны составляет 500 килоэлектронвольт, или половину мегаэлектронвольта, как говорят в этом месте физики. А в современных ускорителях электроны разгоняются до еще гораздо больших энергий. Вот, например, в синхротроне Скиф, который строится под Новосибирском, электроны будут разгоняться до энергии 3 гигаэлектронвольта, то есть 3 миллиарда электронвольт. Ну и при таких энергиях скорость электронов практически совпадает со скоростью света и растет очень медленно. А поэтому имеет смысл говорить именно об энергии электронов, потому что именно ее физики стараются увеличить все больше и больше. И вот мы видим, что такая единица энергии, как электронвольт, является весьма удобной, когда мы говорим об энергии отдельных частиц, разгоняемых в ускорителях. И тут на сцене появляюсь я, Андрей Щетников, со следующим вопросом. Ну посмотрите, Алексей нам так подробно рассказывал про килоэлектронвольты, мега и даже гигаэлектронвольты в области физики элементарных частиц и ускорителей. Но ведь электронвольт сам по себе это тоже очень характерная единица, только в других областях, в химии и электрохимии. Ну и известно, что энергия, требуемая на образовании одной молекулы воды, составляет 3 электронвольта. Энергия фотона зеленого цвета, то есть того, который участвует в реакции фотосинтеза, это 2,5 электронвольта. Или работа выхода для различных металлов, то есть для того, чтобы вырвать оттуда электрон. Она тоже составляет несколько электронвольт. И спрашивается, откуда возникает такое согласование, почему электронвольт оказывается для этой области очень естественной единицей измерения энергии. Происходит так потому, что сама единица электрического напряжения в 1 вольт изначально была привязана к электрохимическим источникам напряжения, ну и тем самым к электрохимическим реакциям. На этой батарейке написано, что ее напряжение, а лучше сказать, ее электродвижущая сила, составляет 1,5 вольта. И это означает, что на каждый электрон, высвобождаемый в химической реакции внутри батарейки, выделяется энергия в 1,5 электронвольта, которая потом и отдается, когда этот электрон проходит по внешней цепи. А исторический 1 вольт был привязан к элементу Дэниэля, употреблявшимся в первой половине 19 века в телеграфии. Ну, а потом уже его стали определять через такие единицы, как ватт и ампер, ну или, если хотите, через джоуль и кулон. Про электрохимию я рассказал, а теперь я хочу перейти в область более высоких энергий, даже футболку для этого надел оранжевую, и именно поговорить про физику плазмы. Для осуществления термоядерного синтеза плазму надо нагревать примерно до 100 миллионов градусов. Термометра в такую плазму не поместишь, температуру не измеришь. Физики привыкли говорить и про температуру, как про энергию частиц. И для того, чтобы пересчитать градусы в электронвольт, надо написать кинетическую энергию частиц в КТ и приравнять ее ЕУ. И пересчитывая по этой формуле, мы получим, что 1 электронвольт составляет примерно 11600 кельвинов. Ну а соответственно частицы в плазме, разогретой до температуры в 100 миллионов кельминов, имеют энергию порядка 10 килоэлектронвольт. На этом мы ролик заканчиваем. А всякие ваши соображения, комментарии и прочее вы можете писать под этим роликом на ютубе.